Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Год назад мой бывший оставил меня, то есть начал пропадать, ничего не объясняя. И я из гордости в ответ не стал ничего выяснять, но придумал, что наверное не хочет быть со мной, и что вообще мы друг другу не подходим, другие меры. Месяц пострадала, почти забыла. Через год мы начали часто видеться из-за общих друзей, и при каждой встрече я заметил, что теряюсь, очень сильно ревнув его к другим девушкам, скрываю от него свои отношения с другим молодым человеком, плачу по ночам по нему, грущу, понимаю, что сильно скучаю, внутри горит какое-то чувство, это убивает. Но я молчу, потому что знаю, что это не совсем любовь. Вопрос, как можно назвать это чувство? Я злюсь из-за того, что не могу понять свои чувства, откуда они вышли, что с ними делать, мне они мешают с моими новыми отношениями. И дальше человек, как бы, пишет, кто он по гороскопу, значит, по гороскопу человек овен, а парень, значит, наверное, скорпион, вот. Только я не совсем понял, кто именно, какой именно парень скорпион, вот. И для чего психологу, как бы, знак зодиака. Вот, смотрите, какая здесь штука. Во-первых, у вас осталась большая недоговоренность, недосказанность, незавершенность. Это первое. Второе, судя по тому, что вы описываете, вы переживали, ну, вот, свое расставание с молодым человеком сами. Одна. Не привлекая к этому, собственно говоря, других людей. Вот, ну, то есть, имеется в виду людей, да, в смысле, своих друзей, ваших близких, вот. Вы к этому не привлекали, судя по всему. Старались пережить, пережить, вы это все сами, вот, и в итоге, как говорите, как говорите, забыли. Вот, ну, другое дело, что забыть-то невозможно, ничего. Можно вытеснить что-то, но забыть нет. Поэтому, я думаю, отсюда и возникла проблема. Потому что вы забыли, вот, но не пережили, не доброжили, ну, в этом смысле, то, что, ну, вот, то, что с вами произошло, да. Второе, вы не видите всей картинки. То есть, молодой человек начал преподать, значит, скорее всего, ему что-то не нравилось. Ну, вот, ну, вот, ну, как бы, ну, в отношениях с вами что-то, что-то его не устраивало, вот. Вот, вы этого не знаете, вы этого не замечали, вот, и, как мне кажется, вы этого не замечали. И, на мой взгляд, продолжаете это не замечать, ну, я бы сказал, эм, так, полусознательно. То есть, если вы заметите, да, то получится, что вам, ну, получится, наверное, что вы виноваты, вот, в том, что разошлись. И, соответственно, вам будет, от этого плохо, вот. То есть, человек, вот, он, эм, очень часто, на самом деле, избегает, вот, таких моментов, потому что ему, вот, больно, эм, сталкиваться с, эм, тем, что, вот, он, там, мог, не знаю, чему-то поспособствовать, да? Не мог, не мог, мог, ну, чему-то поспособствовать и мог, вот, ну, своими действиями, ну, что-то сделать. Такое. Ну, я бы сказал, деструктивно, вот. Гораздо, в общем и целом, проще, гораздо проще обвинять, ну, другого человека, да, вот как вы это сделали. Вот, убедить себя в том, что, ох, как-то вот вы, там, ну, гипотетически, друг другу не подходите и, в принципе, успокоятся. На этом, вот, и всё. Вот. Иногда, это, на самом деле, ээ, ну, ну, как бы, действительно помогает, но вот, эээ, проблема, вообщем-то в том, что ШПО помогает, помогает, но не всегда, вот. А вы ещё и начали обесценивать, да, то есть говорить себе, что мы совершенно раз, разные у нас, эээ, разные миры там и так далее. То есть, эээ, совершенно точно. что это не совсем так, вот, потому что, потому что, если бы это было так, то вы бы не были вместе. То есть, ну, как бы, люди разные, да, вот, если люди разные, то они, ну, не встречаются, они, ну, как бы, если у людей, вот, как вы говорите, разные миры, да, то, ну, как они будут взаимодействовать? В взаимодействии, значит, это общее вас есть. Другой вопрос, да, что это за общее, как бы, достаточно ли, вот, ну, вам, например, этого общего было для того, чтобы, ну, вот, в отношениях находиться, или нет, но это уже вопрос другой, ну, вот. И вот это чувство, вот, ну, о котором вы говорите, это чувство, которое вас горит, это чувство, вы правильно понимаете, что это не совсем любовь, это действительно, 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 это не совсем любовь, вот, это больше про потребность такую, вот, компенсировать, как бы, тот вред, тот ущерб, эм, психологический, который вам нанес, нанесло расставание. Я, я хотел бы, эм, именно подчеркнуть, что не молодой человек нанес вред, а именно расставание нанесло, нанесло вам вред, потому что любое расставание – это травма. В вашем случае эта травма, она еще плюс ко всему осталась, как бы, ну, незавершенной. И в том смысле, что по сути это дел и расставания не было как такового получается с вас. Вы даже не расставались, получается, вы просто перестали общаться, вы для себя что-то решили, это хорошо, что вы для себя решили, я с вами в принципе согласен с том, что вы написали, что не хочет быть со мной, это правда. Это правда, молодой человек действительно с вами как бы быть не хотел, очевидно, но у вас как, либо из-за меня, либо из-за него? Гордость это что? Это про защиту. То есть вы себя как бы в данном случае же пытались защитить. Вот. И гордость возникла именно как такой вот своего рода защитный механизм, значит, чтобы уберечь вас от боли. вот, но как бы не получилось в этом смысле, к сожалению, у вас не получилось себя защитить от боли, потому что вы начали приписывать, вы начали в этом смысле добавлять еще и обесценку, вы начали добавлять все обесценку. Обесценку себя. себя. Вот. А это путь как раз вот, ну, к сожалению, это вот путь, он, ну, в никуда абсолютно идет. и, соответственно, здесь, конечно, есть проблема. Вот. Поэтому, попробуйте, пожалуйста, ответить себе на следующий вопрос. Что для меня означает расставание. То есть вот то, что молодой человек, там, не захотел со мной быть, что для меня это значит. Вот. На мой взгляд, это очень важный момент по правилам. Именно этого чувства, скорее всего, вы пытаетесь убежать себя. Себя. Себе вы пытаетесь убежать именно от этого чувства, к сожалению. И вот ту часть себя, вот ту часть себя, от которой вы бежите. И, скорее всего, ту часть себя, которую вы, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, я, конечно, не знаю этого наверняка, но ту часть себя, от которой вы бежите, вы же в отношениях как бы пытались подавить еще. И, в общем-то, наверное, у вас неплохо это получалось. Вот. Вот. Судя по тому, что вы описываете. Вот. Поэтому место, где у вас возникает гордость, вот место, где вы, ну, чувствуете, чувствуете гордость, очень важно. Также гордость возникает тогда и в том случае, когда отношения, сами, вот, по себе, носят определенный характер. То есть, нужно понимать, что в общем и целом не во всех отношениях может возникнуть гордость. Да? Ну, далеко не во всех отношениях возникает гордость, когда, вот, кто-то решает, там, из отношений уйти-выйти. И то, что гордость возникла у вас, например, связано с тем, что вы, молодого человека, воспринимали под одним углом, не видя его личность. Потому что, ну, собственно, именно личность, как бы, предполагает такое. Качественное, ну, качественное восприятие выбора человека, который он делает. Соответственно, такого выбора, такого восприятия у вас нет, у вас нет. Такого отношения к молодому человеку своему у вас нет. Так же, я вас не винил сейчас, не обвиняю, просто, ну, как бы, просто говорю, что нет. Это говорит о достаточной поверхностности вашего взаимодействия, в первую очередь. Поэтому с этим моментом также, на мой взгляд, нужно разбираться. Вот, чтобы, ну, как-то лучше отдавать себе отчет в том, что происходит. И, собственно, вы говорите, что у вас вот, ну, у вас еще новые отношения с новым молодым человеком. Вот. На которые влияют, влияет то, что с вами происходит. И я думаю, что подобное связано с тем, вот, что иного молодого человека вы воспринимаете, ну, вот, к сожалению, видимо, так же. То есть вы воспринимаете его, вот, вот, вероятно, ну, вот, в таком же ключе. То есть в ключе как раз поверхностно достаточно. Вот. Понятно, что я не могу этого наверняка утверждать. Сейчас. Понятно, что это все мои догадки, но вот пока что такой ответ я могу вам дать. Вот. Какое-то чувство, которое горит, это ранение. Это боль. Вот. Это боль, это попытка восстановить свой образ. То есть это история про то, что пока я была с ним, да, я чувствовала себя целостной, пока я была с ним, я чувствовала себя целостной. Вот. Но, когда я перестал с ним быть, да, когда я перестал с ним быть, то, в общем-то, я бы сказал, что моя целостность нарушилась. Ну, вот, я стал чувствовать себя другой. Вот. Вы же месяц страдали, да? То есть именно страдали. Как бы испытывать, испытывать грусть при расставании нормально. Но, тут надо, конечно, понять, что вы вкладываете в слово страдала, в первую очередь. Потому что, ну, может быть, вы вкладываете в это именно грусть. Но мне кажется лично, что вы в это вкладываете что-то другое. Вот. Ну и, как бы, вот сейчас вы не чувствуете себя целостной. И целостность хотите восстановить. Восстановить вы ее сможете, по вашему мнению, только в отношениях с мужчиной. Ну, то есть, может быть, вы так не считаете, но как бы вот пока в вашей реальности психологически это вот выглядит так. Вот. И, собственно, все. То есть вам работать нужно над восстановлением своей ценности, я бы сказал. Вам необходимо работать. На мой взгляд. Вот как-то так. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Будем обращаться. Удачи.